Здравствуйте, меня зовут Неллики Затульна. Вы смотрите новости Белебеевского района на телеканале ЕТВ. Каждый вторник 21.30 мы рассказываем о событиях интересных людях. Сегодня смотрите выпуски. Ради Хабиров отчитал чиновников за неубранные территории. Белебеевцы написали тотальный диктант. Район получил новый школьный автобус. Приютов возобновила свою работу школа здоровья. Белебеев прошел фестиваль ГТО. Начнем выпуск коротких новостей. Ради Хабиров отчитал чиновников за неубранные территории. На оперативном совещании глава республики поднял тему уборки городов и сел после зимы. Как оказалось, не все муниципалитеты выполнили поставленную задачу, в том числе и Белебей. Ради Хабиров поручил чиновникам привести в порядок территорию до 17 апреля. Если к этой дате ситуация не изменится, он пообещал принять меры. Педагога из Белебея наградили на форуме «Взлетай». Зульфира Гельманова, учитель математики, получила почетное звание заслуженной учителя республики Башкортостан. В системе образования она работает всю свою трудовую жизнь. За 34 года преподавания Зульфира снискала заслуженный авторитет учащихся и их родителей своим ответственным добросовестным отношением к работе. Белебеевские ансамбли продемонстрировали высокий уровень мастерства на песенном конкурсе «Мелодия Таратау». В нем приняло участие 32 вокальных и хоровых коллективов Башкирии. Народный ансамбль «Ляйсян» из Центра культур «Урал Батыр» взял гран-при конкурса и получил подарочный сертификат на 30 тысяч рублей. Лауреатом первой степени и обладателем денежного приза в 15 тысяч рублей стал образцовый ансамбль башкирской песни «Юндез» из Центрального дворца культуры Белебеевского района. В Белебее состоялся тотальный диктант. Проверить свою грамотность пришли 52 человека – ученики 17-й и 15-й школ Белебея. Автором текста для диктанта в этом году стал писатель-журналист Василий Авченко. Свои результаты участники смогут узнать после 20 апреля, а награждение победителей состоится в мае. Ради Хабиров вручил директорам образовательных учреждений региона ключи от 45 новых автобусов. Ключи от «Газель Некст» из рук главы региона получил директор школы села Ермолькино Сергей Сидоров. Новый автобус полностью подготовлен для комфортной и безопасной перевозки детей. В приютовскую плеклинику поступило новое оборудование. Два новых аппарата для ультразвуковой диагностики высокого уровня разрешения установили в плеклинике. Их получили благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Аппараты имеют качественные мониторы высокого разрешения, что позволяет рассмотреть мельчайшие детали проведения исследований, а значит облегчит процесс диагностики. С 5 апреля прием пациентов будет осуществляться на новом оборудовании. А теперь придем к основным новостям. В Приютову после длительного перерыва возобновила свою работу школа здоровья. Она открыта на базе местной плеклиники. Подробнее о том, как проходят занятия, смотрите в нашем сюжете. Школа здоровья – это курс лекций от медиков. Особенной популярностью он пользуется у людей старшего поколения. Ведь речь в занятиях идет о профилактике заболеваний, отказе от вредных привычек и правильном образе жизни. Проходят занятия, у нас всегда полный зал и много очень интересной информации. Причем эта информация очень востребована. И мы рады, что население, пациенты с радостью это воспринимают. Школа здоровья, она существует много лет, но сейчас мы постарались привнести много нового. Какие-то технические новинки, какие-то интересные, очень много интересного ввели. И вообще мы в другом формате сейчас проводим занятия. В новой школе здоровья прошло уже третье занятие. Темой последнего стала стресс-непресс, на которых обсудили стресс и способы его преодоления. Лекцию провела врач-терапевт Дарина Тарасова. У приютовцев занятия пользуются большой популярностью. Все это благодаря интересным интерактивам, сценкам и подачам в юмористической форме. Организатором лекции является медрегистратор Гульнара Муртина. Я очень даже рада, хоть я столько же знаю, но для обогащения своего здоровья и душу я с удовольствием прихожу на это занятие. Весь поселок будет. Мы очень даже рады, что такой вот открылась школа. Очень нравится. Первое занятие очень хорошее было, прекрасное. Про гипертонические кризы и прочее, прочее. Что это нам надо в нашем возрасте. Ну, второе я уже так немножко с краешку где-то была. Ну, третье вот сегодня стресс вообще чудесный. Даже сама получила заряд бодрости. Чтобы снять стресс, надо своим любимым делом. Например, я когда чем-то занимаюсь, я успокаиваюсь. Кто-то читает, успокаивается. Кто-то поет. Ну, вот сегодня мы получили немножко еще и подсказки, как себя успокоить. То, что мы кое-что не знали. Вот я, например. Посещают лекции в основном люди старшего поколения, так как им привычнее получать информацию в очной форме. А еще лекция дает дополнительную возможность личного общения с доктором. Темы занятий предварительно анонсируют, поэтому посетители могут заранее сформулировать важные для них вопросы и получить персональные рекомендации. Когда были встречи в поселке с населением, допустим, в Доме культуры, с Советом ветеранов, эта тема поднималась несколько раз. Говорили, когда начнется школа здоровья. Мы обещали, что вот как только переедем в поликлинику, мы начнем. Ну, а тема, она вот родилась, как появился запрос, и мы стали думать над этим. Старшая медсестра Филюшина Гузеримовна, она доктора все наши, участковая служба очень здорово помогает в проведении этих занятий. Дальнейшем планируется продолжить подобный формат проведения и расширять тематику встреч. Данное направление в медицинской профилактике ориентировано на пропаганду принципов активного долголетия. Неллики Затульна, городской телеканал ЮТВ. В Белебее прошел фестиваль ГТО. Он состоялся в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». За звание чемпиона Баруа с более 14 команд. Солнечный теплый апрель и отличное настроение. В это время появляется возможность активно провести время с друзьями и коллегами. Так, настоящим спортивным праздником для белебеевцев стал фестиваль ГТО, который провели для трудовых коллективов. В связи с тем, что с 1 апреля новые введены нормативы ГТО и новые возрастные ступени, мы людей вот так вот заново как бы заинтересовали. Многие из них уже имеют знак ГТО, но теперь появился новый интерес попробовать себя как бы заново получить еще один шанс на знак ГТО. Участникам соревнований предстояло выполнить задание. Поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упор лежа на полу, рывок гири и плавание на 50 метров. В зачет шли скорость, точность и слаженность действий команды. Примером для воспитанников решили стать тренера спортивного комплекса «Приютовский». Мы решили принять участие в фестивале ГТО среди трудовых организаций, чтобы на нас равнялись дети, воспитанники Центра физического культуры и спорта и остальные тренера. Соревнования проводили в двух категориях. Для трудовых коллективов и людей старше 60 лет. Рекорды в спорте и стремлений к активному долголетию демонстрируют и старшие поколения. Наша мечта давняя – сдать норму ГТО, как в детстве, как раньше это все было. Мы очень рады, что все движение продолжается, что нормы ГТО знаются по возрастам. Все должно так быть. Каждый должен себя знать. Решили попробовать свои силы. Как думаете, на какие значки можете рассчитывать? Ну, мы хотим все… Ну, не ниже серебра. Да. Золото. Золотые. Да, да, да. Мы самые лучшие. Да, прекрасно. У нас такие классные результаты. Кольфия сегодня вообще рекорд побила. За 29 секунд проплыла 25 метров. Представляете? Мы вообще лучшие. Реально. Все молодцы. И вообще впервые мы сегодня и пресс качали, и опускались. Гибкость тела у нас вообще суперская. Оказывается, листочка даже не хватило, когда ниже скамейки опускались. По итогам соревнований первыми в общекомандном зачете стали две команды – депутаты и ветераны. Серебро взяли тоже две команды – сотрудники администрации и молода Зелена. На третьем месте расположились команды Центра физической культуры и спорта «Приютово» и «Чемпион». Максим Карпухин, Нелли Гизатулина, телеканал ЮТВ. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Белебеевского района каждый вторник в 21.30. Повторы в среду в 8 утра и в воскресенье в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте, у фанеты телеканал ЮТВ «Белебеев-Приютова». Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей.